С вами канал Учебник Слух. География, 9 класс. Параграф 18. Топливно-энергетический комплекс, ТЭК, нефтяная и газовая промышленность. Мы начинаем изучение отраслей хозяйства с важнейшего комплекса. Топливно-энергетический комплекс, ТЭК, объединяет отрасли, занимающиеся добычей топлива и производством энергии, тепла и электроэнергии, а также их транспортировкой. От состояния и эффективности работы этого комплекса зависит развитие всех отраслей хозяйства любой страны. Доля ТЭК в общем производстве промышленной продукции России составляет около 30%. Продукция комплекса имеет важнейшее экспортное значение, она обеспечивает почти половину всего российского экспорта. Россия – одна из немногих стран мира, которая не только полностью обеспечена всеми видами топливных ресурсов, но и способна в больших количествах поставлять их в другие страны. На долю России приходится 10% мировых запасов нефти, около 30% газа и около 8% каменного угля. Причем реальные топливные ресурсы, скорее всего, значительно больше, так как геологическая изученность территории России относительно слаба. По добыче газа Россия занимает первое-второе место в мире, по добыче нефти – второе-третье, а угля – шестое. Газовая промышленность – это самая молодая и быстро растущая отрасль топливной промышленности России. Активная разработка запасов газа началась только во второй половине XX века. Газ – единственный вид топлива, добыча которого в России не сокращалась в последние десятилетия. Он обладает высокой теплотой сгорания, является экологически чистым видом топлива, поскольку при его горении выделяется мало токсичных веществ. Добыча и транспортировка газа отличаются простотой. При добыче газа нет необходимости подземных работ, так как газ можно откачивать с поверхности. Транспортировка газа по газопроводам относительно дешево. Западная Сибирь – крупнейший газоносный район страны. Здесь, в Ямало-Ненецком автономном округе, в низовьях рек Аби и Таза добываются около 90% российского газа. В округе расположены крупнейшие в стране и мире газовые месторождения – Уренгойское, Ямбургское, Баваненковское, Медвежье. Только эти четыре месторождения дают половину российской добычи газа. В значительно меньших объемах газ добывают на юге Урала, на Европейском севере, в Поволжье, на Северном Кавказе, на Дальнем Востоке. Перспективной на газ является шельфовая зона. В Баренцевом и Карском морях открыты и готовятся к разработке огромные месторождения – Штокмановское, Ленинградское и Русановское. Велики запасы газа и у берегов Сахалина в Охотском море. Россия богата нефтью. Максимальный объем добычи нефти был достигнут в 1988 году, когда в России добывалась почти пятая часть мировой добычи нефти. Однако в 1990-е годы добыча нефти в стране уменьшилась почти в два раза. Впоследствии добыча возрастала и к настоящему времени почти достигла советского уровня. Нефть в сыром виде не используется. Ее перерабатывают на нефтеперерабатывающих заводах, превращая в бензин, керосин, мазут, различные масла и другое, а на нефтехимических предприятиях получают разнообразную химическую продукцию. Главная нефтяная база России – Западная Сибирь. Если месторождения газа находятся в низовьях Аби, то нефть в основном залегает в ее среднем течении – в Ханты-Мансийском автономном округе. Здесь добывается около 70% нефти страны. Причем западносибирская нефть отличается высоким качеством. К сожалению, сверхбогатые нефтяные месторождения Западной Сибири истощены. Впереди время эксплуатации относительно небольших, но многочисленных месторождений, в которых находится еще очень много нефти. Волго-Уральская база расположена в пределах обширной территории между Волгой и Уральскими горами. Нефть этого района значительно уступает по качеству западносибирской, но зато она залегает относительно неглубоко, что упрощает ее добычу. Еще недавно расположенная на севере европейской части страны Тимано-Печорская база относилась к числу перспективных. Сейчас она активно разрабатывается. Дальнейшее развитие нефтедобычи на севере европейской части страны связано с шельфовой зоной Баренцево и Карского морей. Уникальными условиями добычи отличается Ухтинское месторождение в республике Коми. Из-за большой плотности, густоты нефть не выкачивают из-под земли, а добывают в шахтах. Северный Кавказ, старейший нефтедобывающий район России, сейчас играет незначительную роль. Качество нефти здесь наилучшее, но запасы ее невелики. Все-таки нефть здесь добывают около 100 лет. В настоящее время начинается масштабная разработка новых нефтяных месторождений Восточной Сибири. Вообще в основных районах добычи, кроме Тимана-Печорского, наблюдается значительное истощение запасов нефти. И можно было бы ожидать дальнейшего снижения уровня добычи нефти в стране. К счастью, это не так. Прежде всего, есть немало перспективных районов, способных значительно расширить сырьевую базу отрасли. За последние 20 лет в России сильно сократились объемы геолого-разведочных работ. По сути, нефтяная промышленность и другие отрасли добывающей индустрии разрабатывают ресурсы, открытые еще советскими геологами. В нашей стране остро необходимо возрождение масштабных геологических изысканий, которыми она отличалась в недавнем прошлом. Соответственно, экономикой будут востребованы знающие геологи. Для тех из вас, кого манят романтикой экспедиций и загадки земных недр, кто решил стать геологом, прочные знания физической и экономической географии особенно нужны. В нашей стране районы добычи и потребления топлива разделены огромными расстояниями. Основная добыча топлива ведется на востоке страны, а крупнейшие города и основные промышленные центры расположены в ее западной части. Поэтому очень велико значение нефти и газопроводов. Система трубопроводов пересекает нашу страну с востока на запад. Протяженность магистральных крупнейших трубопроводов на территории России превышает 200 тысяч километров. Ответвления от них составляют развитую сеть, особенно густую в европейской части страны. Часть трубопроводов уходит за пределы нашей страны, обеспечивая поставку топлива в страны ближнего и дальнего зарубежья. Россия – крупнейший экспортер нефти и газа в Европе. Недавно был построен нефтепровод «Восточная Сибирь-Тихий океан» – ВСТО. Это первый крупный нефтепровод в стране, по которому нефть пойдет не на запад, а на восток. Повторим главное. Хозяйство России полностью обеспечено всеми основными видами природного топлива. По добыче газа Россия занимает первое-второе место в мире, нефти – второе-третье, а угля – шестое. Более 90% российского газа добывается в Западной Сибири, в основном в Ямало-Ненецком автономном округе. Газ разрабатывается также на Урале, на Европейском севере, в Поволжье, на Европейском юге, на Дальнем Востоке. Главная нефтяная база России – Западная Сибирь. Здесь добывается 70% нефти страны. Вторая по значимости нефтяная база – Волга-Уральская. Из-за больших расстояний между районами добычи и потребления нефти и газа в России большую роль играют трубопроводы. Их общая протяженность составляет более 200 тысяч километров.